Всем привет! В эфире заметки о Черкесии, канал Simple History. И сегодня мы поговорим об истории городка, курортного, находящегося в центральной части Краснодарского края, который называется Горячий ключ. Горячий ключ, он знаменит им своими санаториями, своими минеральными источниками, в советское время был знаменит, сейчас он так уже не в тех масштабах, конечно, как каменводы, но все равно. Вообще этот выпуск изначально снимали в самом Горячем ключе на природе, но, к сожалению, там было вот так. Поэтому мы решили, что больше снимать на природе не будем, потому что наше звукозаписывающее оборудование пока еще оставляет желать лучшего и, скажем так, пока у нас таких огромных средств нет, для того, чтобы такое серьезное оборудование для природных съемок использовать. Но все приходит с опытом. Итак, как я уже сказал, Горячий ключ это курорт санаторного типа, но на самом деле он еще и богат различными природными географическими достопримечательностями. Дело в том, что находится Горячий ключ на трассе, ведущей от Краснодара в Джубгу к сторону моря. И эта трасса как раз вот там, где она подходит к предгориям первым и там, где она разрезает два хребта, вот в этой долине, в этом разрезе и находится на правой стороне реки Псикупс этот вот город. Что из достопримечательностей известны? Ну, знаменитый, во-первых, внутригородской горный парк. Один из стариннейших таких парков, он, в общем-то, с него и начинался сам город изначально. Значит, в этом парке известны такие достопримечательности, например, как Дантово ущелье. Сейчас она облагорожена, там ступени сделаны в песчанике в таком с водопадом красивом. Очень много туристов постоянно там гуляет. Потом это скала Петушок, она же скала спасения. Она будет упомянута нам позже в исторической части. Ну, это, наверное, символ Горячего ключа. Это нависающий такой гребень в виде петушиного хохолка над Псикупсом, на котором сейчас устроены беседки. Внизу там люди купаются, на катамаранах катаются. Вот, в общем, с него обзорный вид на реку Псикупс и на правую сторону реки открывается. Это все, вот сам этот петушок, он находится на такой вот горе небольшой. Называется она Абадзехская гора. О ней мы тоже упомянем позже. Собственно, хребет, у подножия которого стоит город, называется Котх. Наверху этого хребта уйдет множество троп. Там из города только три пути есть разных улиц. Одна из них из улиц ведет мимо знаменитой скалы зеркало. Это такая вот в песчанике вот в этом стеной выдавлена, как будто бы такая вогнутая часть, как линза вогнутая. Как-то вот она отполировалась с веками. И сейчас представляет собой такую огромную эту линзу. И говорят, что полно луни, например, при определенном положении луны даже так свет падает, что она отражается, светится белым. По второму маршруту люди поднимаются посередине. Там несколько водопадов находится, там сосновый бор. Оставшийся с тех времен, когда в Горячем Ключе хотели сделать, как и в Кисловодске, парк для прогулок, где будут различные виды деревьев, полезные для организма, для дыхания, чтобы гулять и дышать воздухом определенных деревьев. Значит, со самого хребта открывается красивый вид на дальнейшие горы, которые идут к морю, на долину, по которой железная дорога ходит в Туапсе. Там называется станица Фанагорийская, дальше находится тоже. В ней такие примечательности, например, как скала Поднависла. Под скалой такая площадка огромная. У нас там церковь находится, там много памятников различных, туристическое очень известное место. Там же внизу множество источников, куда люди просто приезжают набрать воды чистых. Там же находятся богатырские пещеры, так называемые. То есть самые доступные, вплоть до того, что дошкольников возят объект туристический такой. Пещеры в песчанике. К востоку, значит, получается, это кребет Котх. Он начинается от Горячего Ключа и уходит на запад почти до Абшаронска. Разрезанный Псикупсом, от него деляется с другой стороны хребет Пшаф уже идет. И он уже от Псикупса идет до Новороссийской трассы. На хребете Пшаф тоже есть достопримечательности, их не очень много. Это поселок Чиби в нем находится. Далеко от него тоже такие в песчанике, как каньоны своего рода узкие, пробитые. Это волчьи и медвежьи ворота. И сам поселок Чиби известен с некоторых пор тем, что там ферма Сидра находится. И, в общем, фестивали, посвященные этому напитку, там проводят в этих лесах. Что касается истории Горячего Ключа, она довольно древняя. Здесь находили древнейшие стоянки человека в местных пещерах. По вершинам хребтов проходили здесь основные дороги у местного населения. Владыгов и еще, наверное, у меотов. Поскольку такова была традиция, в принципе, у местных жителей, потому что самый безопасный путь был по вершинам хребтов от кочевников. Здесь же недалеко проходила Генуэзская дорога, которая с запада на восток, из-за она потянулась. И она являлась частью шелкового пути, одна из ветвей. И здесь же проходила Константиновская дорога. Она, в принципе, повторяет сегодняшнюю дорогу из Краснодара в Джубгу примерно, откуда рабов гнали на рынке к Черному морю. Самым крупным поселением считалась крепость Псефабы на вот этой самой Абазыхской горе, которую я упомянул недавно, и городище рядом с ней. В переводе с адыгского Псефабы означает «теплая вода», что подтверждает теорию о том, что сами вот эти источники минеральные, они для лечебных целей используются с довольно древних времен. И, собственно, эту крепость в 89-м году на вершине горы Абазыхской нашел и раскопал археолог Нур Билов Пача, адыгийский. Об этом я говорил в одном из выпусков, посвященных, собственно, этой вот крепости Псефабы. Ссылка на нее вот здесь в описании подсказочки. Ну, как бы кратко опишу, еще раз повторюсь, о том, как бы основные моменты, касающиеся этой крепости. То есть считается, что поселение на месте крепости возникло еще на рубеже эры. Скорее всего, это было относилось к миотам. Значит, сама крепость появилась примерно в V-VII веках, самый ее пик развития, миотский период. И, в общем-то, она защищала кочевников, местное население. Население относилось к так называемой белореченской культуре. Некоторые считают, что оно относится к упомянутому древнегреческому источнику племени Фатеев. И чем примечательна эта культура, что она, несмотря на нашествия гунов, аваров с IV по VII век, она практически как-то не пострадала от них. Она как-то сумела избежать этих нашествий. И вот она прослеживается, допустим, в равнинной части Кубани. Но вот здесь мы видим ее в горной части. Точно такую же культуру. Это вот земледельцы, ремесленники жили здесь. Эта крепость была такая не очень большая, 100-200 квадратных метров примерно. Однако за ее стенами умудрялись прятаться местные жители во время нападений. На западных террасах, которые сегодня там... И вот считается, что на этих западных террасах находились жилые дома. Хотя, как бы, остатков их не нашли, но нашли множество такой керамики типично бытового характера. Ну, про стены, как я уже говорил в том выпуске, сама длина установлена примерно топографически 67 метров, ширина 48. Самой укрепленной части, если говорить. Мощность стены была 3,5 метра. Как бы она вот сложная из камня, а внутри засыпана там песчаником, мелкой галькой. Впоследствии, как бы, площадь ее уменьшалась. И считалось, что там уже жила только какая-то княжеская семья внутри. Все остальные уже снаружи находились. При этом известно, что там на Абадзехской горе находили, значит, две башни, как минимум. Прямоугольная и многоугольная с северной и с южной стороны. На самом высоком месте стояла вышка. У южной части стены находилось языческое святилище. О чем, кстати, очень хорошо известно местным жителям именно адыгам. Потому что те же музейщики, например, когда я разговаривал с ними по поводу возможности реконструкции крепости, говорили, что, как бы, вопрос реконструкции – это сложный вопрос именно в том числе и потому, что это надо согласовывать с неким Хосе, допустим, адыгским, для того, чтобы ни на чьи, как бы, чувства не поранить, что называется, и неправильно восстановить опушенную посвятилище или что-то повредив. Итак, собственно, крепость к 15-17 веку, она зачахла, ее история закончилась, она была заброшена. Стались только просто местные аулы небольшие. В это время территория, значит, эта территория вообще вот этих вот поселений, она принадлежала темиргоевцам, княжескому роду Болотоковых, но по некоторым ждухским легендам почему-то считалась вымороченной, то есть не заселенной, а как пазбище. С другой стороны, как бы, эта территория относится, в том числе, к территориям, бывшим большим территориям хатукаевцев, большого племени, родственного темиргоевцам, когда-то отделившегося от них, но в тот момент бывшего в их подчинении. Ну, сложно сказать, что там было на самом деле в то время. Значит, вот как раз к этим годам, к 17 веку, с юга сюда приходят бжедуги. В частности, бжедуги Черченеев собирают. Не всего, вот эта ветвь мигрирует с Черноморского побережья и вступают в конфликт с темиргоевцами здесь, в этих местах, за то, чтобы заселить долину Псикупса. Князья Болотокова выступают за то, что они готовы сражаться за эту землю и без крови не сдадут. Ну, как Болотоков выдвинул друг другом такое требование, значит, что либо вы поселяетесь, но будете полностью в подчинении темиргоевцев. На что они не согласились и решили драться за эту долину. Вот произошло у них некое сражение в районе современной Пятигорской станицы. Там, говорят, где-то есть отмечено место. И, значит, в этом сражении никто долго победить не мог. Но так уж случилось, что темиргоевцы начинали побеждать в итоге. Ранили там их князя Бжедугского, но его вынес волшебник какой-то, конпичигатель белый, вынес вот его на эту скалу как раз-таки петушок. Она называлась, почему, спасение. Хотя в музее мне, например, рассказали другую версию, что якобы спасение она называлась, потому что адыги сбрасывали там от приговоренных, что называется, к высшей мере граждан туда, в речку. И, ну, там, конечно, высота такая, что, естественно, шансов выжить было мало. Но считаю, что им какое-то давали фору, время. И если он успевал по вот этому откосу каким-то образом спуститься, чудом выжрать по левому откосу к петушку, к реке, то ему разрешали жить, но просто изгоняли из общества. Хотя, сами же признаю, что адыгов не было такого понятия как убийство, в плане как мера наказания. То есть они изгоняли, просто изгоняли и все из племени. Это было достаточно, чтобы, в общем-то, человек попал в жесточайшие условия. Ну, так или иначе, вот, вынес его, значит, этот конь. И тогда темиргорский князь сказал, значит, что вот если бжедугский князь пойдет по окрестным аулам, и кто-то из местных старшин аулов, ну, коняжеского рода, согласится стать его оруженосцем, то есть орком, то, значит, он отдаст эту землю бжедугам. И вот он долго-долго ходил там, и где-то в районе речки Псупс нашел такой аул, и нашелся такой человек, который согласился, и таким образом бжедуги поселились здесь. И так в итоге бжедуги стали владеть долиной Псикупса, стали здесь жить. Их центр был примерно как раз-таки в горячем ключе. Однако они там недолго прожили, буквально к началу XVIII века, их оттуда вытеснили военной силой племя Абадзехов, которое было несколько другого устройства. скажем так, бжедуги были княжеским племенем, а Абадзехи были исключительно демократически управляемые общественными советами, и они, естественно, как бы враждовали. И вот Абадзехи, расширяясь в долины, они их вытеснили, бжедуха, в Кубани, где они так и остались жить, и по сей день многие из них там не проживают. А Абадзехи заняли территорию горячего ключа, и вот тут странный момент есть такой. Дело в том, что в горном парке есть памятник такой, называется Кенатаф князя Хаджимукова. Это такая колонна большая, такая мраморная, стоит в парке. Считается, что она была привезена из Тамани, это реальная какая-то древнегреческая колонна, на которой были вырезаны рисунки. Там, в частности, имеется хорошо виденый текст на арабском языке в Язию, в котором сообщается о князе Хаджимукове, в жедухском князе, который первый ходил в хадж в Мекку в 1717 году, и с ним был его орк, женосец Хапач Лакшук, и вот на обратном пути этот орк в Дамаске умер, и его тело он перевез обратно в Черкесию, захоронил, а вот этот вот Кенатаф поставил в память о нем. При этом считается, что вроде бы их было два, и находились они, в общем-то, изначально не в этом месте. Тем более, что 1717 год – это время уже абадзехов, а не жедухов. То есть, каким образом он туда попал, это остается загадкой. При этом там с задней стороны еще есть полуистертые надписи, к сожалению, прочитать их сейчас очень сложно, но вот историки, изучавшие еще в советское время этот памятник, успели запечатлеть их и изучить это. Там была история про некого казака вроде как Золотарева, который был в плену и учил детей черкесской грамоте. А сверху там находятся солнечные часы, которые на сегодняшний день очень хорошо видны. Ну, около него есть табличка, естественно, рассказывающая про Хаджимукова. Этот рассказ и туристы могут знакомиться с ним. Собственно, черкесская история «Горячего ключа» закончилась в 1862 году, в конце Кавказской войны, после тотального покорения и изгнания черкесского населения из этих мест. Ну, это долине досталось больше всего, поскольку именно из долины Псикупса последними на северном склоне гор уселялись черкесы. Так что получилось, что войска русские зашли с западного фронта, с восточного, и сжимали со стороны Пшахии, со стороны Адагума, как бы, вот это все население к Псикупсу в середине. Из-за чего вот к 62-му году, к началу 63-го года здесь скопилось огромное количество населения. Все они из-за этого искученности очень сильно болели, умирали от голода, от болезней. И именно, как бы они надеялись все-таки как-то удержаться в этой местности, не соглашались переселяться к Кубани. И, в общем-то, действительно, их не очень многочисленное население переселилось на Кубань по требованию русских властей, а остальные предпочти уйти под давлением войск в сторону моря, в джубги туда, через перевалы и по территории современной железнодороги к Туапсея, и там выселиться в Турцию. Ну, собственно, территория без людей. А сама русская история источников, она, ну, получается, с этого же времени начинается, но как бы прослеживалась и чуть ранее. То есть в 1829 году о самих минеральных водах в горячем ключе узнали, благодаря поручику Новицкому, который, ну, видимо, с какой-то экспедиции за Кубанией ходил, и вот обнаружил эти воды, значит, горячие серные источники и должило о них к командованию. В то время черкесы их активно использовали, лечились там часто, и военное время особенно раненых туда свозили. В мирное время там, скажем так, очень популярное место было, ну, у тех же в ждухске времена, у Абадзехов, да и, скорее всего, раньше сюда свозили, ну, приезжали вот лечиться, ну, именно от кожных заболеваний внешних, такие ямы были вырыты вот в этих местах, где сейчас санаторий и в Бани. И они там просто, ну, лежали в этих водах, причем местные жаловались на то, что злоупотребляют родственники и друзья этим. Черкесы злоупотребляют адыга Хабза, то есть правилами гостеприимства пользуются, из-за чего у них там беспрерывный поток идет, круглый год вот этих вот гостей, из-за чего они очень сильно, ну, это их обременяло, скажем так, местных жителей. Но пойти против все сна адыга Хабза они не могли, это было, скажем так, это грозило изгнанием из общества. Спустя 19 лет, в 1848 году, наказной атаман Рашпель, женского казачьего войска, поручил армянину Каспару Мессерову исследовать вот эти минеральные источники. Ну, видимо, он, видимо, был черкесогаем, раз уж так свободно перемещался по Черкесии. Он действительно вот приехал, это все изучил, докладную записку оставил. Ну, соответственно, это просто было в материалах дела. А вот когда черкесов выселили, 10 мая 1962 года, царь тогда утвердил указ о заселении земель, как бы оставленных черкесами в западной части Северного Кавказа, денежные пособия переселенцам стали выдавать и частную собственность, землю под постройки. И тогда началось интенсивное, как бы, заселение. И к 1964 году появились станицы Саратовская, Бакинская, Ключевая, собственно говоря, Ключбыч, Мартанская, Меретинская, поселки Сузальский и Черноморский. Собственно, многие, как понимаем, по названию полков, квартировавших здесь, были названы. К 1 апреля 1964 года, буквально за несколько месяцев до окончания Кавказской войны, полковник Куманского казачьего войска Иван Деменевич Подко был назначен командиром Псикубского полка, который квартировал как раз на месте Ключевой. Чем он знаменит? Это был очень такой неординарный человек, он знал множество языков, был дипломатом, он писал много о местности окружающей, горячий ключ, он много описаний сделал, географических, биологических. Он увлекался именно исследованиями археологии, историей, то есть, он первый основал вообще музей на всем Северном Кавказе, как раз в горячем ключе. То есть, в том доме, где он квартировал, он сдал приказ, что вот те немногочисленные остатки черкесского быта сохранять, собирать их, к нему привозить и собирать. После чего, как бы, потянулись вот эти экспонаты, то есть, кто там находил, он стал их собирать и, как бы, выставлял на показ ту выставку делал. Находилась она, получается, на полковом дворе у него. Туда же притащили и врыли уцелевшие надгробные памятники черкесские, видимо, с арабской вязью. И у него и были древности, допустим, эпохи древних греков и генуэзцев. Было такое, что к нему в августе 64-го года приходила просьба оказать содействие московскому публичному и ирмянцевскому музею в пополнении их коллекции, но он тогда отказал им жестко и только фотокопии туда присылал. Все экспонаты хранил строго у себя. Также точно фотоэкспонаты и на русскую, первую русскую этнографическую выставку в Москве он отправлял. Где-то рисунки они делали. В 67-м году его даже посетил великий князь Михаил Николаевич. Вот три отделения застал он в то время в этом музее. Бытовое, полиэнтологическое и минералогическое. Там же, значит, Папко организовал школу, которую учил детей. И пока он там был, все так было в порядке. А поскольку через годы ликвидировали вот Псекупский полк и штаб-квартиру, а и был у него еще такой помощник Каменев, их перевели из этого места, и этот дом вскоре оказался, скажем так, без хозяина, что называется, нормального, и исчез. Судьба экспонатов на сегодняшний день досконально неизвестна. Списков четких не было, и куда они там разошлись, непонятно. С другой стороны, в 1964 году старшим врачом Екатеринодарского войскового госпиталя Рымашевским, а также вот этим полковником Каменским, о котором я упоминал как помощником, врачом Клюковским, по поручению кавказского атамана Сомарокова Эльсона были проведены первые химические анализы вот этих вод лечебных. Их отвезли тогда в Пятигорск в лабораториях и раскрыли их состав и лечебные свойства. После чего по настоянию этих врачей был построен выход от целебной воды первый лазарет и общая купаль. В том же году появляется уже войсковый госпиталь, первая водолечебница, такие примитивные были купальни, с общим бассейном для всех, одной кучей там купались, из-за чего больше даже болели, чем лечились там. Отдельно каких-то для офицерского состава не было. Потому что мы понимаем, что только войсковой казачий состав там лечился. А при этом лечили только внешние заболевания, потому что только спустя несколько лет врач Кассинов, знаменитый, который, скажем, ниже в горячем ключе именно открыл пользу этих вод именно для внутренних органов и только когда их стали пить. Вот считается, что горячий ключ начинается как город с этого момента, с этих пристройки и этих купальн. Позже, значит, появилось там летнее отделение Теренинского войскового госпиталя, где было 50 уже коек. Увеличило, значит, масштабы приема пациентов. Но долгое время, в несколько десятилетий практически находилось все это в запущенном состоянии. То есть не было водоотводов никаких. Это была такая болотистая местность. Воды выливались из вот этих ванн общих, там разливались повсюду, образовывалась грязь, болото, все это еще в Псикуб сливалось. Ну, в общем, было там все печально достаточно. Пока вот не дошли до того, что нужно как-то облагородить. И так они стали строить водоотводы, водосборники, после чего местность более облагородилась. Появились отдельные купания для офицеров, закрытые. Тогда возникла, так называемая, первая галерея Конради. Она и по сей день в горячем ключе есть, просто она немножко просела уже в землю, старинная. Когда несколько участков лечебной воды этот Конради объединил в одну траншею, в один поток. Из-за чего серьезно увеличился поток минеральной воды. В 1890 году появилась первая водолечебница, которая дольше всех существовала сто лет почти. Первые водозаборы появились. Кстати, самый первый из них стоит сегодня недалеко от Петушка, такое каменное здание полукругом, которое многие туристы принимают за остатки крепости Псофаба. Путаются из-за того, что, к сожалению, на сегодняшний день там местные власти совсем не занимаются развитием информационной части. И туристы вообще уходят по горному парку и не могут нигде получить эту нормальную информацию ни из стендов, ни от информационных, ни каких-то описаний о том, что это за здание, и что здесь было. И про крепость Псофаба многие ищут, не могут найти. Но это вопрос к властям горячего ключа. Но, как я уже сказал, что вот эти купальни были войсковые и очень долгое время были доступны, скажем так, либо военному сословию, а чуть позже, когда их облагородили только достаточно обеспеченным людям. В то же время, в 64 году, с появлением первых вот этих вот купалин, в связи с отсутствием мест для проживания приезжих, граф Сумароков Фельстон выделил 15 плановых мест для частной застройки рядом. И как бы все это одобрили, 18 человек сразу же подали прошение о получении таких участков. Но, как бы бюрократия работала со скрипом, и только в 66 году ходатайство это приняли на самом верху. И к 68 году только первое временное правило внесли, о том, что как это разбить землю и раздавать. И в июле 76 года землемеры произвели типографическую съемку, где выделили землю, как удобную или неудобную, распределили ее, значит, распределили, где казачье, где неказачье население приезжие будут жить. Определили, что можно заселяться, но нужно так, если взял землю, то за два года должен там что-то построить. Позже, как бы, уже разрешили жителям, местам строить гостиницы, мастерские разные, там, магазины, открывать в горах каменолом. Причем, как бы, можно было арендовать землю на 10 лет бесплатно. И в 70 году появился, вот когда облагородили все, появился сам этот горный парк, который там в повседении существует. К 72 году раздали еще определенное количество земли, но уже с условием так, что дома должны строиться в швейцарском стиле. То есть домики должны быть ухоженные, красивые. Вот некоторые улицы так и строились в то время. Но сейчас, конечно, это все уже стерлось, и стерлось, этого не видно. Тем более, что горячий ключ современный представляет собой смешение сразу трех поселков, которые раньше разные были вдоль долины Псикупса. Кроме казачьего, вот, полковника Попкова, большую память оставил себе и врач, и княлинарский Косинов, и Косинов Иван Филиппович, который мне вот выше упомянул уже. В 92 году он работал в ейском отделе еще молодым врачом, оттуда перевелся в поселок Ключевой из-за политических взглядов. Его, можно так сказать, в такую мягкую ссылку сослали без права жениться. И более 20 лет до 2018 года он трудился старшим врачом в войсковой больнице. При его участии появилась школа полноценная в горячем ключе. Всех бедняков он лечил бесплатно, чем заслужил большое уважение у местных жителей. Его в Перу принадлежали многочисленные очерки о водах, о лечении водами, о местности горячий ключ. В различных журналах, газетах, книгах, отдельными сборниками они издавались. Проживал он в усадьбе со своими сестрами. Они там устраивали литературные и музыкальные вечера для общества местного. Считались очень уважаемыми людьми в горячем ключе. И среди приезжих достаточно обеспеченных людей. В 19-м году после революции Кассинов избрался городским головой города. А в 19-м году товарищи председателя Ревкома местного. В 19-м году, когда его избрали главой, он передал добровольно горячему ключу свой дом со всем содержимым, с роялем, с мебелью, если не ошибаюсь, под школу. В общем, дом этот до сих пор есть в горячем ключе. Он как местная достоверенчательность. Хотел он сначала его под музей, но не получилось. Умер он в 1929 году в Славянске на Кубане. Что касается дальнейшей истории горячего ключа, до Октябрьской революции он был таким курортом в основном для богатой казачьей верхушки и привилегированных сословий. Собственно, советская власть его сделала доступным для массового потребителя. Там же в ранне советское время жил-творил Островский. Это вот как закалялась сталь. Гражданская война там прошла без таких массовых разрушений, но было сложно. Там были белые и красные, еще и зеленые местные. Что касается Великой Отечественной войны, то она, конечно, жестко прошла по городу. Было все это практически разрушено. Оккупация была. И была история Арша Луис в Мянке, которая спасала солдата, а потом до конца жизни следила за братскими могилами. Ну и хотелось бы отметить еще, собственно, про музей горячего ключа. Очень такое место приятное. Люди там достаточно профессиональные. Такие добрые, интересные. С ними очень можно познакомиться, даже полезно и пообщаться. Да и помочь музею было бы неплохо, сходив хотя бы на экскурсии. Они там совершенно недорогие. Находится он на Ленина 34А. Это центральная улица практически у санатория. В нашем таком доме частом. Экскурсия стоит всего 40 рублей. Рекомендую вам брать гида, конечно, потому что это будет намного интереснее. 100 рублей этот гид стоит всего. Он ярко и красочно расскажет об всех экспонатах. Там точно минеральная выставка. В первой части музея представлена палеонтология и биология местности. Минеральная выставка. Там же отдел древней и средневековой истории отражен городской, где представлена история в том числе крепости Псофаба очень подробно. История именно черкесского периода. Причем про черкесов там знают прекрасно и очень хорошо рассказывают про них. Ничего там не скрывают. И о судьбе их, и о жизни. И ранние времена, и в поздние. Отдельный большой зал посвящен истории появления поселка. Устройство санаториев. Вот этим всем знаменитым лицам, касающихся города. Его истории. Гражданские отечественные войны. Первой мировой. Значит, там в том числе, допустим, у них певица оперная знаменитая на весь мир была. Из рода из горячего рюча. Советское время она творила. Дополнительное помещение музея, как правило, занято какой-то дополнительной выставкой. Ну, как правило, времени какой-то. Постоянно меняющийся. Она отдельная. Экскурсия. Ну, как бы таким образом музей в себе немножко зарабатывает. И посетители знакомятся с разными еще дополнительными интересными вещами. В данном случае мы попали на японскую выставку, японно-китайского искусства. Азиатского, в общем. Ну, в принципе, я думаю, возможно, мы когда-нибудь с ним посотрудничаем. И сделаем выставку именно адыгской культуры, экспонатов быта адыгского. Это, я думаю, в этом году у нас, наверное, получится сделать. Посмотрим. В общем, рекомендую посетить музей. Там, в общем, прикупить и литературу можно будет. Ну, в принципе, оставить свои отзывы о них. Ну, на этом, пожалуй, все. Делитесь с друзьями. Ставьте лайки. Комментируйте. И до новых встреч. Всем пока.